Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У Книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Вот уже пятый год в телевизионный эфир на канале «Россия-24» по субботам и воскресеньям выходит авторская программа митрополитова Локоламского Илариона Алфеева «Церковь и мир». Формат этой передачи необычен. Это единственная передача в жанре диалога телеведущего с гостем, где не ведущий задает вопросы гостю, а наоборот, гость приходит к ведущему, чтобы задать ему вопросы. Такой формат связан с тем, что митрополит Иларион не простой телеведущий, а пастырь. Пастырь, находящийся в эпицентре как церковной, так и общественной жизни. Отредактированные расшифровки некоторых бесед вошли в книгу, которая вышла в свет в издательстве «Эксмо» и называется «Церковь и мир. Диалоги о временном и вечном». Об этой книге далее в нашей программе. Автор настоящей книги – митрополит Волоколамский Иларион Алфеев, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода, председатель Синодальной Библейской Богословской Комиссии, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Большой Рдынке в Москве, богослов, патролог, церковный историк, композитор. В 1987 году он принял монашество и стал священником. Служил в храмах Литвы, окончил Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию и Оксфордский университет. Преподавал в высших учебных заведениях Русской Православной Церкви. В 2002 году был рукоположен в санэпископа. В 2009 возведен в санархиепископа. В следующем году в санметрополита. Владыка Иларион является автором более 800 публикаций, в том числе монографий по патристике, догматическому богословию и церковной истории, а также переводов творений святых отцов в церкви с греческого и сирийского языков. Книги митрополита Илариона переведены на 16 языков мира и всегда востребованы. Настоящая книга содержит тексты передач «Церковь и мир» с сентября 2012 по август 2013 года. Вопросы митрополиту Илариону задают видные политики и общественные деятели, спортсмены и художники, ученые, писатели и артисты, представляющие элиту нашего общества. Среди всех тех, кто участвовал в передаче, есть и глубоко церковленные люди, и те, кто находится еще на пути к храму, а также представители иных религиозных традиций, и люди, вообще не верующие, но интересующиеся духовно-нравственной проблематикой. Читатель сможет также принять заочное участие в разговоре митрополита с гостями передач, в чем-то поспорить, а в чем-то согласиться с их участниками. Будучи ближайшим помощником святейшего патриарха Кирилла, митрополит Иларион занимает высокие и ответственные посты, и поэтому несет ответственность за решение широкого круга вопросов. В зону его непосредственной компетенции входит и международная проблематика, и образование, и богословие, и культура. В его лице гости передачи находят человека с широчайшим кругозором и энциклопедической эрудицией. При этом митрополит Иларион обладает удивительной способностью внимательно слушать собеседника, предоставляя ему возможность поделиться тем, что наболело, выразить то, что накипело, высказать и доказать свою точку зрения. Поэтому в большинстве случаев передача представляет собой не серию вопросов гостя и ответов ведущего, а живой диалог, в котором оба собеседника заинтересованно общаются друг с другом. Темой передачи становятся актуальные аспекты личной, церковной и общественной жизни. Приглашенные для участия в передаче гости говорят о том, что их волнует. В ответах митрополита Илариона содержится плод многолетнего осмысления процессов и явлений, характерных для жизни человека и общества, церкви и мира. Передача разрушает барьер взаимного непонимания и отчуждения между церковью и окружающим миром. Открытый, честный и порой нелицеприятный диалог, свидетелями которого еженедельно становятся миллионы телезрителей в нашей стране и за рубежом, помогает людям увидеть и лучше понять себя самих в контексте вечных истин христианства. Так, например, открывает данную книгу запись беседы митрополита Илариона с тележурналистом и историком, руководителями института масс-медиа РГГУ Николаем Сванидзе. Эта беседа состоялась 15 сентября 2012 года. Собеседники обсудили насущную для многих тему — быть или не быть православной культурой в школах и как ее преподавание отразится на отношении детей к религии. В частности, владыка отметил, что основы религиозных культур и светской этики — предмет культурологический, то есть он включает в себя рассказ о каких-то более или менее объективных вещах, об истории той или иной религии, о нравственной составляющей. И здесь совершенно не обязательно, чтобы возникал какой-то конфликт, чтобы детям говорили, что есть Бог или нет. Дети сами должны к этому прийти. А вот 22 декабря 2012 года в рамках программы «Церковь и мир» митрополит Иларион встретился с писателем Юрием Поляковым, главным редактором литературной газеты. Участники беседы поговорили о литературе, о нравственной ответственности писателя и о том, как жизнь церкви преломляется в литературных произведениях. По мнению владыки, сегодня производится очень много литературной продукции, в том числе много книг пишется на церковные темы. Но не всегда это литература высокого уровня и должного качества. «Мне кажется, — говорит архипастер, — очень важно, чтобы писатель, который прикасается к церковной теме, был не посторонним человеком для церкви, а знал бы жизнь церкви изнутри, потому что иначе он не сможет адекватно передать церковную действительность. Он отразит ее искаженно, а иной раз даже предвзято». 20 июля 2013 года гостем телепередачи «Церковь и мир» стал актер, певец, музыкант, заслуженный артист России Евгений Дятлов. Как человек творческий, он определил тему насущную для своей профессии — талант и тщеславие. Как отметил митрополит Иларион, талант — это то, что мы получаем от Бога. Каждый человек получает от Бога свой талант. Очень важно, чтобы мы понимали, что наши таланты — это не то, чем мы должны хвалиться или тщеславиться, а это то, что нам дано. Если у другого человека нет такого таланта, как у нас, то это значит, что ему этот талант не дан свыше. Но, с другой стороны, вполне может быть так, что ему дан другой талант, которого нет у нас. «Мне кажется», — говорит Владыка, «чем талантливее человек, если это человек религиозный, тем более смиренным он должен быть, потому что должен понимать, что ему очень много дано, а значит, с него много спросится». Когда Христос говорит, что мы не должны зарывать свой талант в землю, он говорит о том, что все, что нам дано, маленький талант или большой, один талант или много, дано для того, чтобы принести прибыль. А прибыль — это не что иное, как те добрые дела, которые могут стать результатом нашего правильного применения наших талантов. Мы рассмотрели лишь три беседы, в книге их более 50, которые проведены митрополитом Иларионом в рамках программы «Церковь и мир». Данная книга сохраняет драгоценное качество живого общения церковного иерарха с самой разной по составу аудитории на адекватном современному обществу языке. Она свидетельствует о том, что христианство всегда актуально и доступно каждому человеку, желающему услышать живое слово Церкви. Нет сомнения в том, что новая книга митрополита Илариона будет востребована заинтересованным читателем. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok